Друзья, всем привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой канал Псоградских окраин. В этом ролике я хотела бы поделиться с вами итогами моего большего месяца. Большего месяца я уже живу без сидения бесконечного в социальных сетях. Я напомню вам, что около месяца назад я приняла решение перестать вообще сидеть в соцсетях, вести их вот с той вот дотошностью, регулярностью, постоянностью, периодичностью. Как я делала это раньше, потому что моя жизнь, она просто стала вертеться вокруг всех этих социальных сетей. Я на самом деле очень ответственный человек, а даже какое-то такое хобби типа ведения Инстаграма я веду очень ответственно. Я не знаю, это, наверное, еще с детства какая-то непонятная бесполезная дисциплина, потому что я не работаю в Инстаграме, в том же мне. Я не работаю в ВКонтакте, это не мое место работы. Как это было, например, ВКонтакте, я была вынуждена сидеть в этой соцсети, потому что с ней была связана моя журналистская деятельность. И я напомню, что это так удачно все совпало. Я уволилась со своей журналистской как раз работы, отправилась в самостоятельное плавание, можно сказать, и все. И я поняла, что пора завязывать, иначе моих нервов просто не хватит на все это. И я сразу скажу, что я решила не рвать прям все вот так вот удаляться, все, уходить. Нет. Мои соцсети, они доступны, Инстаграм, ВКонтакте и так далее. Я также иногда захожу в ВКонтакте, потому что я использую его как файлообменник, так скажем. Я скидываю туда какие-то фотографии, сохраняю там какие-то свои произведения. Ну просто такой файлообменник. И репощу туда некоторые свои статьи и видео. Но я не веду ВКонтакте, я не сижу там, не зависаю как раньше, не захожу практически никуда. То есть эта соцсеть перестала существовать в моей жизни в том понятии, как это было, например, раньше. А в Инстаграм я вообще не захожу. Я удалила приложение со своего телефона. И как бы аккаунт есть, но у меня там уже нет. И если вы спросите, чем я занималась эти полтора месяца. Ребята, это были настолько насыщенные жизнью дни, потому что я просто жила. Я просто жила настоящей жизнью. И я очень старалась, конечно, максимально посвятить себя своим хобби, литературе, писательству. То есть обязательно моим двум блогам на Дзене. Это была моя главная, кстати, такая фишка. Пусть вот блоги, писательские мои блоги, творческие блоги о собаках, они станут вот таким неким сосредоточием вообще моего внимания, моей энергии. Потому что, да, первое, я очень люблю эти блоги. Я на самом деле, когда пишу у них, когда я готовлю контент-план на неделю, когда я делаю фотографии. Для меня это, во-первых, огромное удовольствие. Вот чисто с визуальной точки зрения. Плюс для меня это всё-таки работа, потому что Дзен, он как бы даёт трудоустройство тебе официально и платит тебе денежку. Ну, не Дзен, конечно, платят рекламодатели, но не будем в это вдаваться. У меня на моём старом канале есть целый большой плейлист про Дзен, заработок и прочее. Поэтому опустим эту тему. Блин, я чувствую, что я, ребят, я живу. Я каждый день, я каждый день живу. Блин, серьёзно, я не могу просто описать словами, насколько мне стало легче. Потому что помимо соцсетей я также перестала читать новости. То есть я вообще не читаю новости. У меня были такие моменты, когда я скрывала ленту новостей там в Яндексе. Но в Инстаграме там же у меня так или иначе проскакивало всё это. Иногда я там открывала, а дальше как просто, да, шаг за шагом, и ты уже читаешь что-то там с Навальным. Ну и в таком духе. Я не читаю вообще никакие новости. Только погоду, может быть, иногда. И там количество заболевших коронавирусом иногда тоже проскакивает. Но как бы на этом всё. Поэтому я сейчас очень тёмный человек. Я сейчас живу, наслаждаюсь погодой, прогулками. Ребята, я вот... Я не помню, чтобы я так много гуляла с собаками, со своими родственниками. Вот так, как я гуляла в последнее время. Просто здорово. При этом у меня очень много времени на написание статей, на написание литературных своих романтов. Люсик с Линдой, у них там отношения свои возвышенные. Также я бы хотела рассказать вам о том, что я наконец-то нашла в Костроме мастера по волосам. Вам уже заметили, что я постриглась. И смели хорошо, что я постриглась, потому что... Блин, вы, наверное, уже навер... Всё, я уже заговариваюсь. И вы, наверное, могли видеть недавно меня с Каре, которую я постригла своими кривыми руками, обычными ножницами. Это было ужасно. Это было ужасно криво. Это было отвратительно, ребята. Это правда. Если бы, наверное, не моя какая-то густота и лёгкая волнистость, у меня это ещё ничего. А если бы у меня были идеально прямые волосы... Боже, я бы даже из дома не вышла. Потому что мой затылок, это была отдельная... Американская история ужасов. И я нашла мастера совершенно случайно. Я заходила в огромное количество салонов и хотела прям вот здесь и сейчас. Вот думаю, доверюсь судьбе, свободное место есть, пойду постригусь. Но где-то в четырёх салонах мне отказали. И приняли только в одном из, скажем так. И мастер просто чудесная. Я буду ходить теперь только к ней, потому что она сделала мне пикси. Вот точь-в-точь такую, которую я хотела. Она очень долго, очень долго меня стригла. Прямо просто каждую прядку просто выстригала так тщательно, так кропотливо. Но результат того стоил. Она очень аккуратно всё делала. Очень аккуратно, боже. У неё ещё такая лёгкая рука. Вот найти такого классного мастера с такой лёгкой рукой... Я просто вообще не ощущала, что он там делает. Просто, вы знаете, иногда бывает, что мастер делает, ну, грубо. Мужчина в основном. Бывает так, что вам очень приятно, и вы просто засыпаете в кресле. А она... Я вообще не чувствовала. Ну, что-то там, как птичка надо мной порхала. Что-то там щёлкала-щёлкала. Я даже не чувствовала ничего. Думаю, какое счастье, какой хороший мастер. Поэтому я безумно-безумно рада, что я её нашла. Потому что у меня есть мастер в Москве, в Подмосковье, к которому я всегда хожу и ходила. А в Костроме и теперь есть и в Костроме. И, ну, просто какое счастье. Вот. Ну, мне очень нравится, на самом деле, эта прическа. Я, кстати, вам про волосы, может быть, про стрижку и всякое такое моё отношение. О том, как эта пикси поменяла моё отношение к волосам, к жизни, к активному образу жизни. Я вам напишу отдельную статью в Дзене. Или, может, видео, или то и другое. В общем, все ссылочки внизу в описании на мои блоги. Напомню вам ещё раз, что у меня два блога на Дзен. Один посвящён моей жизни с собаками. Двумя вот этими овчарками. Белым и чёрным. Белым и чёрным. Всё, с падежами совсем беда. И, ребят, вечер. И второй канал, он такой творческо-писательский. Больше такой личный. Моя такая отдушина, в которой я достаточно сильно и глубоко открываю своё сердце. И вообще очень глубоко открываюсь. Вот. Поэтому обязательно заходите, если вам это интересно. Так, что ещё нужно вам рассказать? Друзья, май. Конец мая. Впереди лето. Я безумно счастлива, что я проведу это лето в Костроме. Здесь очень тепло, как это ни странно. Несмотря на то, что ветер. Здесь часто гуляет ветер. Но практически каждый день светит солнышко, что для Костромы это просто баловство. Это дар свыше. Учитывая, что январь и февраль небо просто перманентно затянуто серыми тучами. И просто, знаете, так плотно, густо. Вот январь и февраль. Всё. Никакого солнца. Всегда серое небо. Кажется, что оно вообще всегда серое. Колобым оно никогда не бывает. Сейчас так прекрасно, так чудесно. И я, да, и другими глазами взглянула на этот город, на жизнь здесь. Мне здесь очень-очень нравится. В любом случае, ребята, не теряйте меня. Я никуда не пропала. Если меня нет какое-то время на Ютубе, обязательно просто заходите в мои два блога. Я всегда там, я каждый день. Там есть фотографии, интересные статьи. Также и видео выкладываю. Да, я же видео выкладываю ещё туда. Если вы скучаете там по фотографиям в Инстаграме или, может быть, ВКонтакте. Ребята, ну, зайдите в Инстаграм. Там много всего, конечно, старого, но больше ничего нового там укладываться не будет. В любом случае, фотографии, все мои авторские, свежие, есть также в блогах на Дэнни. Просто заходите туда и читайте. Я очень стараюсь делать, ну, эти две площадки уютными, приятными. И также мои литературные произведения, настоящие моменты, вроде два всего. Ну, по крайней мере, опубликованных на площадке Литнет, платформа для авторов. Вот. Мне она пока что нравится. Она такая симпатичная. В общем, да. Я, кстати, обещала вам видео снять про Литнет. Чем хороша эта площадка, чем мне она не нравится. И сравнить её с платформой SearchBook. SearchBook, правильно я говорю? Поэтому, блин, надо бы вам рассказать. Я думаю, многим будет из вас интересно. Но, скорее всего, это видео пойдёт не на YouTube, а только на Дзен. Причём на канал писательско-творческий, а не на собачий, естественно. То, что как-то я не вижу особого смысла выкладывать сюда видео про писательство. Потому что всё-таки этот блог больше о собачьей жизни, о моей такой жизни. Блин, я не знаю. Я не хочу делать такую, знаете, сборную солянку снова, как это было на канале Ленина Лоренс. Я люблю этот канал, у меня очень тёплые, конечно, о нём воспоминания. Но хочется хотя бы как-то вот косвенно держаться в выбранной траектории. А для всего остального есть два блога на Дзене. Всё, друзья. Вот. Просто собаки так смешно себя ведут. Я на этом с вами прощаюсь. Сегодня у нас пятница. Надеюсь, что у вас тоже сегодня пятница. Всё, мозг совсем не болит. Я желаю вам приятной пятницы, замечательного вечера, а также супер восхитительных выходных. Потому что чего брастить за окном? Скоро лето. Так тепло, так хорошо. Просто гуляйте, наслаждайтесь природой, солнышком. И всё, всё. Друзья, если у вас есть какие-то определённые запросы, пишите в комментариях. И если я не сниму прям видео на вашу запросу, а какая-нибудь статья, заметочка на Дзене, выйдет в обязательном порядке, если ваша тема будет мне интересна, и я сочту себя в ней компетентно заинтересованной единицей. Всё, друзья, до встречи. Всё, пока-пока.